Александр, мы уже с тобой знакомы долгое время. Ты еще не был женат. Я помню, как это было на одной из конференций института церковного служения. Ты говорил, что учился в Чехии. И я даже не знал, что ты будешь с нами работать как сотрудник. Поэтому слава Господу за то, что ты часть нашей команды. И это здорово, служить с теми людьми, которые имеют и образование, и церковное сердце. И в то же время понимают, как работать в академическом мире. Но недавно тебя рукоположили на пасторское служение. И вот хотелось бы задать вопрос тебе. Как ты вообще понял, что Бог призывает тебя к организации новой церкви? Да, действительно, Владимир Анатольевич, время бежит быстро. На сегодняшний день у меня есть любящая жена и двое прекрасных деток. Мы совершаем вместе служение. И я вспоминаю то время, когда я пришел работать в институт церковного служения. Это был 2016 год. И я вспоминаю миссию ИЦС, что обучение существующих церквей для того, чтобы они были способны, в свою очередь, организации к организации новых церквей. И вот эта миссия мне очень понравилась. Более того, вспоминая повеление Иисуса Христа в 28 главе Евангелия от Матфея, идя, приобретайте учеников для Иисуса Христа. И я подумал, что действительно сам Иисус обозначил цель своего прихода на землю взыскать и спасти погибшие. Так и нам нужно идти к людям. Не нужно ожидать, что люди сами придут к нам в церкви, наполнят здание молитвенных домов. Но нужно идти к людям, нужно благовествовать. И тогда родилась идея уже в 2016 году идти и организовывать новую церковь на одном из крупнонаселенном районе Киева, Осокорки. Когда мы находились в офисе и разговаривали о служении, о церковном служении, я помню, ты сказал, я хотел бы организовывать новую церковь в каком-то районе Киева. И мы начали обсуждать разные варианты, и ты как-то сказал, вот Осокорки, наверное, будет лучший вариант для организации новой церкви. Почему именно Осокорки? Почему ты выбрал вот эту часть Киева для организации новой церкви? Мы подошли к этому вопросу с женой очень ответственно. Мы некоторое время молились, искали совета. Была беседа с Петром Васильевичем Марченко, который указал нам или посоветовал нам район Осокорки. Это район, который крупнонаселенный. На нем проживает свыше 40 тысяч человек. Это район, в котором на то время не было фактически ни одной евангельской церкви. И размышляя с женой, молясь, общаясь с братьями, с вами, мы пришли к выводу, что нужно идти и действовать. Нужно достигать людей для Христа в том районе, искать возможности организации новой церкви именно там, на Осокорках. Конечно, у нас есть личное решение организовывать новую церковь. Не без этого, чтобы семья была частью этого движения. Мы советовались. Но все-таки, наверное, любой проект, особенно в организации церкви, необходимо привлечь команду. Как вообще происходил процесс выбора этих людей? Как вообще Бог вел тебя в этом направлении? Бог удивительным образом формировал команду по организации новой церкви там, на Осокорках. Две семьи откликнулись из церкви Преображения присоединиться к этому видению, к ОНЦ. На Осокорках это семья Юрия Васильевича Мороза и Николая Гашовского. Также удивительно было то, как я, возможно, даже и не искал людей, но Бог прилагал единомышленников к этому процессу. Да, я помню, как мы с Димой Котик общались в кафе о разных вопросах, связанных со служением. И как-то он задал вопрос, а есть ли кто-то вот в этом районе, кто начал организовывать новую церковь или планирует организовывать новую церковь? Я говорю, наш сотрудник Александр, он как раз сейчас формирует команду. Может быть, ты бы обратился бы к нему, пообщался, посоветовался бы, может быть, присоединился к команде. Я думаю, какой-то разговор был, да? Да, мы встретились, он нашел меня, мы пообщались, с семьями встретились, у нас была хорошая беседа. Это люди действительно посвящены вот этой идее организации новой церкви. То есть смотри, мы не ищем их, да, а Бог, Он сам присоединяет к нашей команде. Ну это вот то, что является божественным промыслом в служении для расширения Его Царства. Когда люди присоединяются к Божьему делу, то, конечно же, есть результат. И когда люди вовлекаются активно к тому, чтобы созидать новую церковь, то Бог будет работать. И вот немного прошло времени, да, около двух лет, но уже, наверное, ты можешь сделать какой-то анализ. Что вообще Бог сделал в служении по организации новой церкви? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Бога за ту посвященную команду, которую Бог послал нам, с которой мы за эти два года сделали достаточно много. Регулярно проводятся малые группы по изучению Библии. У нас и летом, и зимою мы проводим большие евангелизационные мероприятия с привлечением кукольных спектаклей, а также больших летних семейных фестивалей. К слову, даже этим летом мы планируем проведение большого семейного фестиваля у нас на районе для жителей района Сокорки. Есть ли кто-то уже, кто покаялся, возможно, крестился? Потому что, наверное, крещение является таким кульминационным моментом, что Бог присоединяет людей к общине, и уже община функционирует по-другому, потому что раньше вы только-только начинали, а теперь уже как функционируете, как церковь. Есть ли какие-то результаты в этом направлении? Я помню, как мы провели первое евангелизационное мероприятие. Мы пригласили кукольников из Церкви Преображения, они любезно согласились. И мы приглашали многих людей на вот это евангелизационное мероприятие. Пришел один человек, Николай, который перевел свою дочку. И этот спектакль понравился не только дочке, но и Николаю. Он пришел на воскресное служение, он стал посещать наши собрания. В прошлом летом мы крестили его, он стал членом церкви. Он любезно открыл двери для своего дома, для изучения Библии. И у меня еще есть интересная история. Тоже в прошлом году к нам мы проводили большой семейный фестиваль на районе Осокорки. И ко мне подошла одна женщина и задала вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы делаете вот это мероприятие для деток нашего района. А скажите, пожалуйста, по всему видно, что вы христиане. Вы случайно не баптисты? И как ответить на данный вопрос? Скажешь, баптисты, может быть, у нее плохое воспоминание с баптистами. Или скажешь, что не баптисты, тоже непонятно, чего она ожидает. Пришлось говорить правду. Да, мы баптисты. На что она была очень удивлена и благодарна Богу. Она говорит, я много знала о Боге, о Иисусе Христе. Ее зовут Эка. И она сама с Грузии. И она вот говорит, я две недели назад похоронила свою маму. У нее были очень такие близкие отношения с мамой. И когда она была маленькая, они ходили в Грузии, приезжали миссионеры, и они пришли в церковь. И мама и крестилась там, и сама Эка крестилась. Но прошло некоторое время, жизнь забурлила, и она оставила церковь. И вот случилось такое событие. Маму похоронила. И она приехала, буквально неделю она в Киеве. И говорит, я для себя четко решила. Я сейчас, она гуляла со своими двумя детьми. И четко для себя решила. Сейчас я приду домой, и в поисковике, в интернете буду искать, где у нас тут ближайшая церковь на Асакарках. Именно баптистская церковь на Асакарках. Потому что она знает, что баптисты это самая правильная деноминация. Но это ее между нами. Ну конечно, это, ну два стак, скажем, что человек был в поиске. Был в поиске. Какую церковь она хочет посещать. И вы были теми людьми, которые Богом дали для нее. Поэтому, слава Богу, то, что Бог таким способом порует людей, порует церкви с людьми. И это благословение. Это самое большое благословение. Она гуляет, думая, что сейчас придет, будет искать церковь. И тут мы ей встречаемся. И спрашивает, вы ли баптисты? Мы оказались баптистами. И теперь она ходит в церковь. Это Божье благословение. И она пытается наладить отношения с Богом. Мы, тут целый процесс, я не знаю, ну я с ней разговаривал. Она говорит, просто я отошла как бы от Бога. Она и с мужем развелась. Но надо будет как-то ее восстанавливать, наверное. Ну, слава Богу. Общаться. То у нас, ну, такие случаи есть. Есть случаи, когда вот просто мы проводим воскресное служение. Пришел человек и говорит, я вот увидел вывеску, ну вот баннер на улице. Я даже не знал, что здесь есть церковь. А оказывается есть. А мы ездим там за 3-9 земель до своего собрания. Ну, как ты сказал, что больше 40 тысяч человек и все негрешники. И все они ищут выход из тех сложных ситуаций, в которой находятся. Поэтому благовестие и служение в городе – это то благословение, которое мы можем переживать. Поэтому слава Богу за ваше служение, за ту команду, которая посвящена, служит. И это действительно здорово. И вот недавно, да, пару дней назад, тебя рукоположили на пастырское служение. И вообще, как это ты понял, что именно пастырским служением ты хотел бы заниматься? Как вообще этот процесс происходил? Кто инициировал этот процесс? Можешь поделиться? Честно сказать, я не думал о рукоположении на пастырское служение. Я совершал то, что мне нравилось. Мне нравится благовестие, мне нравится общение с людьми и привлекать людей к Богу. Бывали случаи, когда ко мне обращались в церкви, в собрании, как пастырь, вы не могли бы нам помочь, пастырь, вы не могли бы провести бракосочетание. Но я не пастырь. Поэтому во многих случаях я просто отказывал. Или указывал на других людей, которые могут это делать. И я тогда стал думать, действительно, а почему бы не принять вот это служение, пастырское служение, и вести людей, и совершать вот все эти священодействия. А кто инициировал? Кто инициировал процесс, что вот Саша должен быть рукоположенным пастырем? Инициировал весь этот процесс братский совет церкви Преображения. Братья и церковь Преображения, в общем, они являются материнской церковью, вот этой дочерней церкви обновления. И поэтому они предложили молиться, они спросили мнение у церкви. И было единогласно решено, что нужно им проводить вот это служение. Александр, спасибо за то, что ты поделился своим свидетельством, как Бог вел, как Он работал в твоей жизни. Теперь мы уже не соработники, как в одной организации, мы теперь уже сопастыри. Поэтому это здорово, то, что Бог вел тебя, твою семью, вот в этом направлении. Поэтому Божих тебе благословений. Спасибо большое. Потому что всегда для института было важно, чтобы работники были церковными людьми. Мы не просто воспитываем академиков, мы воспитываем людей, которые имеют сердце служителя, которые в церкви активно работают. Поэтому пусть Господь благословит тебя, твою семью и твою служение. Спасибо большое. Спасибо большое.